Он лично видел Мао Цзэдуна и в одной казарме ночевал с министром обороны Китая. Ветеран Великой Отечественной Антон Михеев готовится к поездке в Москву, чтобы принять участие в главном параде победы страны, который пройдет 9 мая на Красной площади. Во время поездки Антона Виссарионовича будет сопровождать его внук. Для ветерана предстоящий парад победы в столице России станет первым. Репортаж Олега Хатанзейского. Все оборванные, все потесившиеся, голодные, холодные. Декабрь месяц. Значит, нас сразу в тот же день на пересылку. Там, значит, сняли волосы, кобули с овшами и без овшей. В баню. Дали мне ботинки 45-й размер американские, 2-метровые обводки. Шагом марш на станцию. Антон Виссарионович те события помнит наизусть. В 44-м до Холмогор, где находился военкомат, призывники добирались пешком. Шли почти месяц. По прибытию срочников дислоцировали в Вологду в 22-й полк связи. Чуть позже, в 45-м, Антона Михеева направили на Восточный фронт. Там продолжилась его срочная служба в качестве связиста. До войны с Японии оставался ровно месяц. Война есть война. И там жертвы, и тут жертвы. Тут горе, и там горе. Моя задача была, во-первых, что я был связист. Работа на гомоаппарате Морзе. День и ночь. Оставался месяц до начала войны. И там эта вся переписка, переделка, значит, кто куда. Я почти день и ночь у этого аппарата не засыпал. Вооруженный конфликт с Японией длился чуть больше 20 дней. После победы СССР Антон Михеев продолжил служить. Там же, на Дальнем Востоке. Затем революция в Китае. В Поднебесную направляется большая группа советских солдат. Среди них и уроженец Ненецкого округа. В Китае Антон Виссарионович прослужит до 51-го года. После демобилизация и путь домой. С медалями и орденами на груди. Ну, выходит, что в армии служили. Вот сейчас парни боятся служить в армии ГОС. Я говорю, парни, вы хоть познайте вкус каши. И что такое подъемы? Ну, что сейчас подъемы? Пересят ботиночки, ну, в скемнаже были эти двухметровые обмотки. Ты не знаешь, что такое обмотка? Я ходил. Портянки одно, а обмотка другое. Спустя десятки лет он снова встанет в строй на главном параде победы на Красной площади. К поездке в Москву, кажется, все готово. Пиджак с орденами наглажен, ботинки начищены до блеска. И лишь в последний момент подводит крепеж, на которых держатся медали. Завтра все меня категорирует, потому что я так не делаю. Я могу все растерять. На Красной площади Антон Михеев был не раз, но увидеть лично парад победы ему не доводилось. Перед поездкой ветеран, конечно же, волнуется. Говорит, что до сих пор не верит. Всего через несколько дней он станет участником великого события. А пока Антон Михеев снова и снова принимает поздравления. С утра до позднего вечера к нему заходят стар и млад. А мобильный телефон не прекращает умолкать. Звонят, чтобы пожелать здоровья. Присылают сообщения с одинаковым текстом. Спасибо за победу. Сколько вас? Только трое. Так мало. Здравствуйте, девочки. А мы пришли вас поздравить с праздником 9 мая, вручить вам небольшой вкусный подарок и зачитать пожелания. Какие же вы молодцы. Из Москвы Антон Михеев вернется 10 мая. После ветеран подумывает об охоте. Для него в свои 88 это по-прежнему любимое хобби. С ружьем каждый год отправляться в родную деревню Вижеск. Откуда 70 лет назад рядовой Михеев ушел на защиту Родины. Олег Танзийский, Александр Дуркин, Андрей Котов, Телеканал Север.